Меня зовут Саша Кулак, я родилась и выросла в Беларуси и уехала оттуда, когда мне было 16 лет. В 2020 году в Беларуси я сняла фильм, который называется «Мара», и для меня этот фильм, он про страх, про исследование страха. Когда начали происходить протесты полтора года назад, то есть я стала чувствовать какие-то вещи, которые никогда ранее не испытывала. И при этом, поскольку я проводила много времени на улицах, с рабочими на заводах и общалась со своими друзьями и знакомыми, я слышала, что все люди как будто бы были в каком-то одинаковом информационном поле, потому что они все говорили одинаковые вещи. Они говорили о том, как им страшно, как они не понимают, что случилось и что изменилось с привычной им реальностью, и что все то, что происходит, очень бы хотелось воспринимать как сон, но это такой страшный сон. Такое ощущение, что вообще более активную позицию занимали женщины вообще во всех этих событиях. И когда я была на протестах и снимала, то я видела очень много женщин, которые пытались разговаривать с полицейскими. Все, что они говорили, это просто разрывало сердце, потому что они говорили какие-то очень базовые гуманистичные идеи, которые всем нам очень близки. И они просто разговаривали как стенами, вот этими стенами, у которых безликими стенами. И просто от этого разрывало сердце, потому что у каждого нормального человека ты не можешь это слушать без слез. Как-то так получилось, что это стало для меня таким толчком, отправной точкой для того, чтобы сделать этот фильм. Используя какой-то такой сказочности, оно как раз-таки было для того, чтобы попробовать передать вот это вот ощущение, когда все сначала кажется очень сказочным и таким, типа, привлекательным. И постепенно появляются какие-то признаки того, что, типа, ну, на самом деле мир не такой. Ну, не мир, типа, ситуация вокруг не совсем такая. И постепенно уже как бы не остается вот этой вот сказочности, остается только просто реальность, которая как бы некрасивая и непривлекательная. Я много думала о том, что, например, мы никогда не видим лиц полиции, потому что они всегда в масках. Ты как бы начинаешь в каждом полицейском видеть демона, который тебя может убить. Ну, в смысле, это может быть отчасти и правда, но это как бы не то чувство, которое, опять же, ты испытываешь в обычной жизни. Например, если мы думаем о маскараде, да, и люди надеваются в костюмы и маски, это является неким таким элементом, которое как бы выталкивает человека из обычной, привычной реальности, да, уже в некую, типа, костюмированную, и то есть не совсем, не совсем, как бы, типа, реальности. То есть как бы о том, кто такая красная королева, можно рассуждать, типа, с двух сторон, либо это она привела этот, типа, флаг, и она является им, либо наоборот. Ну, то есть это поэт в структуре этого фильма, это как бы такие, типа, связанные для меня вещи. Я сняла этот фильм, потому что, ну, это некая дань этой стране, этим людям, это ода людям, бесстрашным, светлым и красивым. Наверное, только таким образом я могу показать свою любовь этому месту. Дорогие зрители, приглашаю вас на премьеру фильма «Мара». Приходите, пожалуйста, на Аждагфест смотреть этот фильм и другие фильмы.